Парламент Абхазии отправил в отставку президента Аслана Бжания. Решается вопрос о досрочных президентских выборах. Все это результат протеста в оппозиции, которая обвинила власти страны в потакании интересам российского бизнеса. Почему в республике случился политический кризис? Как на него реагирует Россия? Ну, друзья, это, конечно, важно, потому что Абхазия, я думаю, что сейчас просто будут разжигать Кавказский узел. Он будет загораться снова и снова. Для этого есть отряды чеченцев, отряды из Чечни, довольно сильные отряды, довольно-таки жестокие отряды, которые будут призваны наводить порядок на Кавказе. они будут выдвигаться с одной стороны, а с другой стороны будут двигаться к ним навстречу отряды из Азербайджана. Все страны, которые внутри, все могут пострадать. Никто не будет думать о спасении людей, потому что указание сверху будет, я так полагаю, друзья, это мой прогноз и мнение, что Кавказский узел разгорится снова, но уже в рамках международных. И да, сначала это будут чеченские отряды и отряды из Азербайджана. Потом между ними также разгорится скандал, потому что отряды из Чечни – это не чеченцы. Часть чеченцев, а половина – это из Объединенных Арабских Эмиратов, это люди арабской национальности, а у них другие правила и другие понятия. И по разным этим причинам они не поймут друг друга. Арабы, азербайджанцы и чеченцы. Может разразиться конфликт, но изначально будет конфликт на территории кавказских стран, страны Закавказья. Грузия пострадает, она уже начала страдать. Армения. Россиянам будет плохо везде, потому что к россиянам отношение как к тем, кто начал это, к тем, кто... Хотя русские не относятся плохо ни к грузинам, ни к армянам, ни к азербайджанцам, но политика такая, политика государственная, она вынуждает эти страны относиться с подозрением к российским войскам и к российской внешней политике. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан. 20 ноября 2024 года.